Приехав на место, выходим в поле. Понять сразу, что под ногами лежат человеческие останки, непросто. На вид обычный полевой участок в окрестностях Симферополя. Однако, по словам крымских копателей, он таит в себе не одну загадку. Найти на этой территории неизвестные человеческие останки не составляет труда. Уже на глубине 15 сантиметров появляются первые находки. Специалисты взялись за дело. Не прошло и минуты, и вот в руках Александра Ифанова, руководителя поискового объединения «Человеческий палец», а точнее, то, что от него осталось спустя много лет. Ранее здесь была свалка, куда свозили все подряд, рассказывают копатели. И даже грунт сюда привезен из городского сада Симферополя. Происхождение же останков и время пребывания их в земле сегодня уточнить невозможно. Копатели делятся с нами своими догадками. Скорее всего, до война, война. Может быть, какой-то послевоенный. То есть, предположение, либо какие-то расстрельные ямы по оккупации Крыма, либо еще что-то может быть. То есть, пока только предположение, такой какой-то конкретной сопутки, чтобы конкретно можно было сказать, что это временной период, мы пока затрудняемся. Раскопки в этом месте начались не так давно. А находок уже не один десяток. К сожалению, раскопать скелет бойца полностью нельзя. Здесь попадаются только частицы. Мешает еще и тот факт, что на этом месте проводились строительные работы. Да и черные копатели постарались, рассказывает Александр Ефанов. Делаем временные захоронения. Такие времяночки обкладываем камнем, ставим в изголовье большой камень. Мы знаем, где это находится. В принципе, так периодически ходим, проверяем, чтобы там не растащили, чтобы костры на них не жили. Мы делали перезахоронение. И сейчас, вот 3-го числа, будет проходить на 35-й батарее в Севастополе. Они два раза в год официально проводят это перезахоронение. Мы работали с нашими коллегами, досаховскими поисковиками на Керченском полуострове. Процесс раскопок достаточно простой, уверяют участники. Если это анатомически правильно лежащий боец, то дело непростое. Надо делать анатомический стол. То есть анатомический стол. Это значит, вокруг бойца делается возбушение. Кисточками, спотелями, ножами все это зачищается. Специальный баннер с указанием каждой отдельной кости. Все туда ложится. Если невозможно зачистить для фотографии, там корни, там как-то там камни, там смещусь, что-то где-то как-то, тогда все почти естественно вынимается, ложится на баннер. Все это прозванивается металлоскатерами, пинпоинтерами на предмет, пуговиц там и сопутствующих вещей. Пока что крымские копатели планируют работать на участке до конца лета. Все найденные останки будут перезахоронены, согласно законодательству Российской Федерации. Дарья Костенко, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ.